Наша задача была создание настольной игры RoboRally в цифровом формате. Для этого мы рассматривали несколько движок Unity, Cocos 2D, Oxygen и Phaser. Cocos 2D и Oxygen мы отбросили сразу, потому что он основан на коде C++, а на данном коде проблематично будет создавать игру, и это займет много времени. Unity слишком сложный инструмент для создания данной игры, поэтому было решено выбрать качество движка Phaser, в котором уже есть примеры ходов, который показывает, что мы можем создать данную игру. Сама игра представляет поле фишки и карт. Задача игрока брать за фишкой от старта до финиша. Для этого он использует карточки, которые задают движение фишки. На данном коде мы можем видеть, что мы можем реализовать поле, на котором будет располагаться все элементы игры. А в данном коде демонстрируете, что у нас есть возможность создать передвижение фишки. Цикл, точнее цикл. Движение, которым мы потом присоединим карточку. Мы решили разбить наш проект пока что на две части. Первая часть — это непосредственно поле, на котором будет применяться фишки. И вторая часть — это поле с картами, на котором будем выкладывать карты. Вместе от расположения, которое будет как раз таки двигаться фишкой. Вот. Сейчас я продемонстрирую, как работает данная сцена. Я ее уже реализовал. Мы ее реализовали. Как вы видите, карты раскладываются, и программа определяет, какие карты положены в какое слово. Сейчас я вам покажу код. Так. Вот здесь вот я разбил код на несколько функций. Значит, данная функция card.create располагает карты на поле и drop.zone.create, что логично располагает зону, в которой можно положить карты на поле. Вот здесь вот описывается правило, по которым карты можно передвигать. И вот здесь вот происходит вывод типов карт на экран. Также я ввел для того, чтобы было проще работать, создал два класса. Это класс для зон, в которые кладутся карты. И класс для самих карт. Вот. Сейчас я посмотрю весь этот код еще на гитхабе. И у меня появится... То есть у меня уже как минимум есть вопрос к 35-й строчке. То есть ты создаешь зону, в которой уже лежит карта, но которую ты ставишь пустой. То есть зачем ты положил заранее сюда карту? То почему как бы просто... Я просто не знал, как это сделать. В общем, если... Если так не делать, то получится... Ну... Во-первых, я не знаю, как дать значение объекту null, чтобы там ничего не было, в принципе. Во-вторых, если... Ну, можно, в принципе, оставлять карту, которая там лежала последней, когда мы вытаскиваем карту. Но в таком случае у нас могут возникнуть некоторые проблемы, и у нас будет определяться карта, которая лежит в слоте, которая у нее не лежит в слоте. Ну, окей. Обычно все-таки null тут есть. Это TypeScript вроде как. И ты должен по-хорошему выставлять карту как нулем. Показывать, что тип у тебя этой карты — это карта и ноль. Ну, то есть то, что это переменная может быть нулем. И потом проверять, если у тебя карта нулевая, то ты считаешь эту зону пустой. Если она не нулевая, то ты там, соответственно, сразу же заменяешь карту или что-то в этом роде. То есть ты... Я так видел, ты сбрасываешь карту из зоны, как только ты в эту зону пихаешь другую карту. Вот. Собственно, тебе по-хорошему избавиться от вот этой вот пустой карты. Я понял. Ещё... Ты, когда перекладываешь, ты можешь свапать карты? Нет. У меня получается так, что карта, на которую я накладываю другую карту, она отправляется обратно в руку. То есть если я кладу карту в слот, в которой уже есть карта, та карта не меняется, просто идёт вниз. Окей. У тебя... Ну, во-первых, тут есть пара моментов, которые лучше вынести. То есть для чего делаются классы? В основном они делаются для инкупсуляции. То есть ты всё взаимодействие с ними, ты уводишь как раз этот класс и с помощью методов именно этого класса. Ты весь функционал, в общем, ты реализовываешь. У тебя там ниже есть обращение где-то... Так, ещё ниже там... Вот эти вот 125-е там строки. Вот это вот всё, это по-хорошему должно уйти в метод класса карты, а почти все эти ифы, они почти все должны уйти в метод класса дропзона, который ты поставишь метод установить новую карту. А ещё ты у карты можешь ссылаться для неё на зону, которой она принадлежит. Если она не принадлежит никакой зону написать там, ну, собственно, когда ты будешь это ссылаться, то если ты будешь перетаскивать из... То есть у тебя, допустим, в первой дропзоне лежит одна карта, во вторую, вторая, и ты из первой перетащишь её во вторую, то ты в этот момент тут сможешь узнать, в какой дропзоне лежала та карта и поменять их, собственно, местами. Таким образом, как бы, у тебя твоё взаимодействие с картой вообще будет замечательно выглядеть. Ну, я понял. А так, в принципе, окей. Ну, и если до следующей встречи, то было бы неплохо вот этот момент подровнять чуть-чуть. И что ещё? Есть вот эти вот правила, они есть на PDF. То есть, если ты напишешь в Google, выбрали PDF, там, пробрали правила PDF, что ли такое. Там будет первая или вторая ссылка. Эти подрядные правила, просто оттуда надо делать скриншоты, которые потом распилить на текстурки. Вот, чтобы они были. Ну, вот первая ссылка у тебя прям есть. В самый конец можешь сразу мотать. Вот, видишь, у тебя карта, пример карты, ну, поле вот этого роборали. Ты просто берёшь его, скринишь, типа, обрезаешь и увеличиваешь. И какой-нибудь программе там качество текстур повышаешь. Ну, это просто тривиально будет, потому что оно легко его сделать. Вот, короче, это всё векторное, там не будет особо большие проблемы, не будет особо плохо видно это. Выглядит, короче, это всё. Вот, это бы неплохо сделать, в принципе. Ну, потому что это в любом случае понадобится. И таких затрат разбираться с этим не нужно будет. Собственно, далее сделать поле, начать его делать в плане создать какой-нибудь класс условно скрипта, который будет формироваться на основе разложенных карт. То есть ты раскладываешь карты, формируешь вот этот класс скрипта, который будет задавать перемещение, там, не знаю, это посмотрите сами, как вам будет удобнее делать. И на основе этого класса, в общем, перемещать фишки. То есть не обязательно у вас сейчас должно быть, что на сцене одновременно и карты, и поле с фишками. Важно, ну, можете сделать это отдельно, как вы до этого сказали. Просто там, руками создать пример этого класса со скриптом, и на основе него перемещать фишки. И, собственно, после того, как вы это сделаете, мы ещё раз, наверное, поговорим. Окей, я понял. Ну, всё наградает? Да, всё.